Друзья, всем привет! Очень рад быть снова с вами. К сожалению, на прошлой неделе видео по поводу сыра, либо молока не удалось сделать. Поэтому сегодня поговорим об одном из вопросов, который меня начал беспокоить в начале сыроделия. И это как приготовить йогурт. И очень интересно, что за прошлые пару недель было несколько вопросов на эту тему. Так что сегодня именно об этом и поговорим. Возможно ли сделать йогурт без покупной закваски? Если да, то как это сделать? Возможно ли сделать это? Возможно ли сделать йогурт без покупной закваски? Если да, то как это сделать? Этот рецепт придумал не я. Он взят из книги Дэвида Эшера. Искусство натурального сыроделия. 114 страница. Если вы хотите детально прочитать, то советую вам туда обратиться. Там все очень четко, ясно описано. Но здесь я хочу просто показать наглядно, как я это делаю. И показать, что это возможно. Я вообще уже 2 года делаю сыр, но попробовать сделать этот рецепт йогурта, это тоже подобно сырный продукт. Я сделал всего лишь несколько месяцев назад на мастер-классе с Дэвидом Эшером, когда он приезжал в Украину. И сегодня для видео я повторил его по сути второй раз только. И у меня все отлично получилось, так что поехали. Как определить, что такое йогурт? Он похож на кефир, да, чем-то, но чем-то от него все-таки отличается. Кефир это просто скисшее молоко. Йогурт же это молоко более загущенное, оно кипяченое. И также сквашенное, но сквашенное при другой температуре, чем просто кефир. Кефир сквашивается при комнатной температуре 20-22 градуса. А йогурт сквашивается при температуре уже термофильной, как мы называем, 42-43 градуса. Именно благодаря тому, что мы ввариваем молоко, то получаем в результате изменение структуры белка. И продукт, йогурт, получается более тягучим, то есть не такой по структуре, как кефир. И все, что нужно будет для этого эксперимента или для этого рецепта, это молоко, несколько емкостей, термометр и немного свежего кефира. Либо же сыворотка от предыдущей партии вашего сыра, для того, чтобы дать нам нужные все бактерии, чтобы сквасить нашу массу. Для примера я возьму 3,5 литра молока. Важно, чтобы оно было свежее, иначе в процессе у вас могут произойти нежеланные вещи и молоко свернется просто. Поэтому, пожалуйста, используйте свежее молоко для этого рецепта. Для начала мы его нагреваем до температуры 85 градусов. И потом постоянно, что очень-очень важно, то есть постоянно-постоянно продолжаем его помешивать. Во-первых, для того, чтобы сверху на молоке не образовалось корки, потому что там будет потеря белка, который сверху образуется в пленочку. И во-вторых, чтобы снизу не подгорело, потому что также то, что будет снизу молочным свернутым нагаром таким, по сути это также белок, который мы теряем с общей массой, и у нас йогурт будет не настолько густой. И таким образом мы продолжаем помешивать молоко во время его кипения порядка 30-40 минут, пока оно не варится до определенного объема. И за это время у меня оно варилось с 3,5 до 3 литров. Я полагаю, что именно вот эта часть процесса является самой трудной, потому что реально стоять 30-40 минут, постоянно движение, делать такие помешивания утомительно, кажется бесполезным. И намного проще, конечно, взять и кинуть порошок. Я лично так йогурт, как я сказал, делаю второй раз только. Я использую все-таки закваску для йогурта, потому что я еженедельно перерабатываю 80-100 литров молока на йогурты. Я с них делаю там разные мягкий сыр, делаю йогурт густой. И я достигаю густоты за счет того, что я его отвешиваю и уходит сыворотка. Здесь же процесс более такой трудоемкий, и у меня нет возможности, чтобы большой объем, 80-100 литров за раз нагревать, так, чтобы продолжать его длительно мешать, улавливать пар. Это более технологично. Поэтому, возможно, к этому приду я, чтобы делать свой йогурт на своей закваске, но не в этих условиях пока что, которые я имею. Но вернемся к рецепту йогурта. После того, как у нас варилось молоко, мы его должны охладить, поместив просто емкость с молоком в емкость побольше с водой, и охлаждаем до температуры 42-43 градуса. Далее нам нужно будет добавить закваску и поместить его в теплое место, чтобы поддерживать эту температуру на протяжении 8 часов. Знаю, что если у вас есть йогурница, можете ее использовать, если есть мультиварка, можете ее использовать, но у кого этого нет, можно просто перелить это молоко в банку. У меня в данном случае это будет просто 3 литра. Я его помещаю в кастрюлю с водой температурой 42-43 градуса и ставлю на электроплиту, где я где-то раз в полтора часа, включая буквально на несколько минут конфорку, и таким образом поддерживаю температуру в районе 42-43 градусов, что нужно для правильного развития бактерий в термофильном йогурте. И очень интересно, что мы добавляем закваску, мы добавляем набор бактерий, из них есть и мезофильные, и термофильные. Но за счет того, что мы поднимаем температуру до 42-43, и это и есть температура инкубации нашего молока, то в результате те, что мезофильные, умирают, и мы получаем только термофильные бактерии. После прошествия 8 часов, у меня это было чуть дольше, я на ночь оставил йогурт, и утром уже его снял, а при этом он получился отменный. После этого всего мы его просто отправляем в холодильник, охлаждаем, и сейчас с вами попробуем, какой он будет на вкус. Хотя, подождите, с вами я не попробую, буду сам пробовать. Но вы можете сами сделать этот йогурт, а потом вернуться к видео и вместе со мной его попробовать, будет классно. Йогурт Получился реально очень-очень вкусный. Будет еще лучше, если этот процесс повторить несколько раз и использовать именно для закваски уже йогурт, а не сыворотку или кефир. И через несколько поколений у вас будет более чистая культура, которую вы можете поддерживать постоянно. В отличие от того, если покупаете культуры пакетированные, то там переиспользование не получится. На этом все. Надеюсь, это видео было полезно, интересно, познавательно. Пожалуйста, напишите, если у вас это получилось или нет. Если будут вопросы, пишите в комментариях, я буду очень рад ответить. Если это видео показалось вам, опять же, интересным, полезным, поделитесь с кем-то, кому это также будет интересно. Думаю, когда вы будете смотреть это видео, то я уже буду редактировать или снимать видео о том, как дела идут у нас в погребе, с сыром, с предыдущих видео. Так что, до связи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok